Здравствуйте, вот мы и добрались до босса третьего эпизода, это принц Чань. И начинаем, немного думая. Так, открывается вот такой гонг, по нему выстрелив можно его подранить немного. И пока он наверху, мы расчистим здесь местность, не только от поглов, но и от построек, потому что, во-первых, они будут мешать, во-вторых, в них скрываются различные бонусы, которые нам будут полезны. Ой, это было глупо. Ну ладно, здесь достаточно здоровья. Не забываем про гонг, а то его пение отвратительно. Продолжаем потихонечку уничтожать постройки. И монстров также. В какой-то момент появятся клоуны, и этот чудик начнет спускаться. Не уверен, что я тут бы где-оу, но ладно. Пораться до брони бы. А, вот и клоуны. Ой. Вот, ай-эй. В этой ситуации лучше было переключиться на дробовик, и я почти умер. Но ничего страшного. Надо только сконцентрироваться. Вот, наш псяж слез. Он к нам приближается. Но я слышу гонг. Это значит, мы его можем обездвижить. Пока он кривляется, можем убежать на безопасное расстояние. Кулевое оружие ему практически не наносит урона. Раз, что взрывчатка. Но у меня есть план на эту тему. Мы уничтожим фонту-бочку. И в ней скрывается супер-ущерб. Хватаем его, и пушку. И разносим гада. Не забываю про гонг. Ядра закончились, но гранаты должны доделать дело. Да? Полстяк повержен. И вот так и заканчивается третий эпизод этой замечательной игры. К сожалению, секретов для нахождения здесь нет. Но ничего страшного. Самое главное, что мы этот уровень прошли. Мы пережили эту катастрофу в величайших размерах. И мы готовы к следующему эпизоду. Да? Поэтому увидимся в следующий раз. На этом я с вами прощаюсь. Спасибо за просмотр. И всего доброго. Продолжение следует... Продолжение следует...